Доброе утро, уважаемые коллеги. Благодарим за возможность поделиться таким интересным случаем в нашей клинической практике. Собственно, в нашу клинику в 2016 году обратился мужчина, 68 лет, с впервые выявленными очаговыми образованиями, множествами в обоих легких. Собственно, из анамнеза известно, что в 2003 году пациент перенес стереотектомию по поводу рака щитовидной железы. Собственно, обратился он к таракальному хирургу, соответственно, исходя из клинических данных и картины, была выполнена через бронхиальная биопсия верхней доли легкого. И была выполнена еще дополнительно, также в апреле, краевая резекция, видеоассистированная торкоскопия, краевая резекция верхней доли левого легкого. Собственно, по результату гистологического исключения, наверное, Ольга Николаевна, вы. И я должна признаться, мы заблудились. Материал был очень маленький, потому что сам очаг был небольшой. Где-то около третьего препарата, доставленного нам, сам препарат был 5 на 3 мм, и треть этого препарата была представлена опухоли. Опухоль, как видите, имеет фиброзную псевдокапсулу с лимфоидным инфильтратом. И сама опухоль с выраженным миксоидным матриксом, мелкими клетками с гиперхромным ядром, клетки отрозчатые. Мы постарались, зная онкологический анамнез у пациента, мы постарались исключить метастаз. Выполнили иммуногистохимическое исследование с цитокератином общим, виментином и 100, гладкомышечным актином CD68. И, собственно говоря, кроме положительного виментина в этой опухоли, конечно же, ничего не было. При этом крайне низкий индекс пролиферации, единичные клетки, менее 1%, отрицательная экспрессия P53. Долго думали, советовались с онкологами, решили, ну хорошо, что не метастаз. И написали заключение, что исключили мы здесь злокачественную опухоль и расценили это как корнификацию, организацию эксудата с пролиферацией фибробластов. Собственно, поскольку злокачественный процесс был достоверно исключен, пациент продолжил наблюдаться по месту жительства, ежегодно выполнял компьютерную томографию. В 2021 году по результату очередного исследования была выявлена отрицательная динамика. Повторно отправлен к теракальному хирургу. Также выполнена на первом этапе фибробронхоскопия через бромхиальная биопсия парамхимы легкого. И по результату гистологического исследования в пределах материала признаков опухолевого роста и специфического воспаления выявлено не было. Соответственно, вот такую картину мы получили. К сожалению, не можем представить, не сохранился архив за 2016 год у пациента, поэтому сложно отследить. Но к моменту 2021 года это были множественные чайговые объемные образования в обоих легких размером до 16-20 мм. При этом внутрингрутная лимфоденопатия отсутствовала и свободной жидкости в плевральных полостях выявлено не было. Соответственно, пациент был полностью обследован, он был госпитализирован в отделение пульмонологии, поскольку понимали, что вероятнее всего изменения носят все-таки вторичный характер. Пациенту помимо компьютерной томографии в режиме всего тела была выполнена также эндоскопические исследования, тагастро-колоноскопия, выполнялись УЗИ мягких тканей, лимфоузлов шеи, УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы. И, соответственно, поскольку, опять же, изменений никаких выявлено не было, пациент был госпитализирован в таракальное отделение. И в очередной раз выполнена видеоассистированная таракоскопия, только теперь уже справа, с атипичной полисегментарной резекцией нижней и средней доли. Ну и, собственно, вот по результату гистологического исследования. Здесь материал уже был достаточно хороший, и образования были более крупные. Действительно, образования множественные. Вот обзорная фотография. Видите, тонкая, нежная фиброзная капсула. Отдельные очаги формируют такие псевдокистозные полости с функционозным содержимым. Ну и, в общем-то, виден миксоидный матрикс, в котором клетки формируют тяжи, дольки, разрозненно располагаются. Клетки мелкие, округлые, отрозчатые, вытянутые, достаточно полиморфные по форме. Но ядра гиперхромные, мелкие, можно сказать, пикнотичные. Так, видите, такие цистерны формируют матрикс слезненный. В дифференциальный диагностический ряд мы включили, опять-таки, метастазы муцинозной карциномы, метастазы миксоидной липосаркомы, первичную легочную миксоидную саркому, миоэпителиому, миоэпителиальную карциному, гематоидную гистиоцитому. Выполнили большой спектр иммуногистохимических исследований. Положительным был только виментин. Цитокератины в разнообразных комбинациях в сочетании с транскрипционными факторами отрицательные. С100, гладкомышечный актин, CD34, CD56, CD99, Десмин, CD68, ERC, SOX10, отрицательный КЕ, опять-таки, менее 1%. Исследованные образования представлены кистозными образованиями с миксоидной стромой. Эпителиальные элементы отсутствуют, при альтернативной активности не выявлено. Возможно, стромальные элементы альвеолярной аденомы, так же, как эпителиальный компонент в исследовании материали отсутствует. Нельзя исключить первичную легочную миксому. Для уточнения диагноза рекомендуется гетонетическое исследование реаранжировок генов WSR1 и CREV1. Вот КИ, вам демонстрирую, крайне низкий, не ни одного процента. Наше заключение было, барфологическая картина в большей степени соответствует трижно-легочной миксоидной саркоме, саркоме дробь легочной фибромиксоми. Это было в 2021 году. Далее история. Собственно, в период нахождения в стационаре, еще в послеоперационном периоде, пациент у нас в температуре, до 30 марта, это получается 8 дней после операции, у пациента выявлена коронавирусная инфекция. Вирус был идентифицирован, заболевание протекало в средней степени тяжести. Собственно, с дыхательной недостаточностью 0,1. Но поскольку пациент имел первично распространенный процесс, который на тот момент был расценен как фибромиксома обоих легких, состояние после атипичной резекции, полисегментарной, также пациент был соматически отягощен, он имел сахарный диабет, избыточную массу тела, гипертоническую болезнь, послеоперационный гипотиреоз, средней степени тяжести, на тот момент медикаментозно компенсирован, плюс гиперблазия пристательной железы. Соответственно, учитывая все эти факторы, пациент был переведен в инфекционный стационар ковидного госпиталя, где и продолжил, собственно, свое лечение. Собственно, там он был благополучно пролечен и выписан вот с таким диагнозом под наблюдение докторов по месту жительства, где и продолжил свое наблюдение. Это в период пребывания в ковидном госпитале. Собственно, вот такая была картина. Двусторонняя вирусная пневмония КТ-2. Остальные изменения оставались, собственно, стабильными. В дальнейшем пациент также наблюдался по месту жительства. Поскольку был перенесен ковид, возрастной пациент, я напомню, на тот момент ему уже было за 70, у него сохранялся длительный постковидный синдром, то есть пациент был в такой состоянии по ЭКОК, если мы будем оценивать, то это ближе к 2. Собственно, в апреле был контроль. Мы видим те же объемные образования, чаговые, которые с отрицательной динамикой. Также нет внутригрудной лимфоденопатии, жидкости не появляются в плевральных полостях. Если мы посмотрим в сравнение, безусловно, видно, что заболевание прогрессирует. Но поскольку речь была о саркоме и всем прочем, пока пациент находится под наблюдением. Да, рентгенологически мы видим нарастание изменений, но клинически это пока никак себя не проявляет. Этот случай мы показали нашим коллегам на одной из учебных конференций в институте Сергея Березина. И нам помогли. Выполнили фиш исследования и обнаружили транслокацию гена ИВСР1. Вот стрелкой показано, расходятся сигналы, то есть имеется искомая транслокация. Транслокация, хромосомная транслокация со слиянием гена ИВСР1, СР и В1. Эти гены кодируют многофункциональные белки, относящиеся к семейству РНК-связывающих белков, участвуют в регуляции экспрессии генов в поддержании целостности генома. То есть вот этот транслокация является онкогенной. Встречается во многих опухолях, преимущественно в мягкотканах, так в ангиоматоидной фиброзной гистецитомии, светлоклеточной саркомии, взлокачественной гастроинтестинальной эндокринной опухоли. Это нозология. Первичная легочная миксоидная саркома со слиянием генов ИВСР1 и СР и В1 имеет вот эту гномочную транслокацию, поражает людей преимущественно среднего возраста с небольшим преобладанием женщин. У нас пожилые мужчины. 85% этих опухолей имеют связь с бронхом и преимущественно эндоваранхиальную локализацию. Поэтому они манифестные. Пациенты жалуются на кашель, одышку, кровохарканье. В нашем случае это многоочаговый процесс и не имеющий связи с бронхиальным деревом. Абсолютно бессимптомный. Хорошо очерченный узловатый, бледный образование с блестящей студенистой поверхностью. Разреза. Цвет варьирует от белосерого до желтого. Лобулярная архитектоника с фиброзной псевдокапсулой, выраженная миксоидная строма. Лечат эти образования резекцией, что в нашем случае практически невозможно. У пациента многоочаговое поражение. Очень низкая пролиферация. В плане прогноза. Прогноз благоприятный. Есть в одном из сообщений указания на рецидив, на метастазы в головной мозг. Но в том исследовании описано 25 случаев, 20 со слиянием генов. И в пяти случаях слияние не было обнаружено. Так вот этот случай, который имел такое течение, плохой прогноз, он как раз был без слияния. Поэтому считается, что слияние, вот эта патагномоничная хромосомная транслокация онкогенная является предиктором благоприятного прогноза. Не грусти, сказал Григорий Александрович и Алина Сергеевна. Рано или поздно все станет понятно. Все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружево. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно. Спасибо, дорогие мои коллеги. Спасибо.